Иди в жопу! Чуть-то здесь где-то была овчарка. Я тебя поглажу? Нафигевшая, я её сейчас отругаю вообще. Теперь мы её... Привет, мои хорошие. Я начинаю свой... Кто мне портит картинку? Я начинаю свой влог со съёмочной площадки, и вот сейчас на меня светят всего лишь два фонаря. Я никого не вижу, но там на самом деле много людей. А дайте голос, сколько здесь людей? Много! Представляете? Я первый раз в такой ситуации, что вокруг темнота, и просто на меня только светит свет. Короче, мы продолжаем снимать наше шоу. Тренировка в большой сцене. Поехали. Бэкстейдж. Два редактора. Оператор. И... Жених! У нас продолжаются съёмочки нашего шоу. Ой, очень много на самом деле опыта, если честно, я здесь получаю в роли ведущей, и мне нравится. Кстати, скажите, как я в роли ведущей, Кать? Отличный, супер. Самая лучшая. Иди в жопу. Я же на своём канале такое не говорю. Не, ну... Вот кому не нравится, как я ведущая, можно послать в жопу один раз, правда? Не, на самом деле, я сама же могу себя оценить, и мне тоже кажется, что, ну, прям это моё. Я, конечно, не выйду ведущей вот так вот в люди, когда много людей, и вот при живой аудитории я немножко стремаюсь. Но когда ты знаешь, что тебя снимают, и это всё можно монтировать, вырезать, переснимать, это совсем другое дело. И в этом я, мне кажется, просто ас. Привет, мои хорошие! День добрый, следующий. Чего у меня аварийка, говорит? А, я встала там, где закрыла, перекрыла людей. Сегодня у нас очередной день съёмочки. Буквально позавчера, по-моему, у нас были съёмки, и сегодня заново съёмки. Уже готовим-готовим же этого холостяка скорее к вам. Сейчас всё больше ещё начинаем сниматься, и на самом деле я уже ещё больше с нетерпением жду этих видосов, потому что, на самом деле, в процессе ещё раз ждается много идей, и очень много всего получается, что мы переигрываем. Бывает, там, что-то хочется снять серьёзно, а серьёзно, ну как, со мной серьёзно не получается снимать. У нас получается весело, и мы, в общем, пытаемся, пытаемся серьёзно, в итоге оставляем, давайте сделаем это весёлым. Вот, ну... Через 100 метров поверните направо, а затем развернитесь. Хорошо. И я вообще люблю такие спонтанные вещи. Я люблю... Я сейчас больше узнаю девочек, которые участвуют там в этой перезагрузке. И мне очень нравится. Я вообще люблю раскрывать людей, люблю... Люблю, в общем, углубляться в какие-то вещи и понимать, и... В общем, мне очень нравится вообще всё это дело. Я узнаю всех поближе и, не знаю, обретаю всё больше новых знакомств, интересных. Это очень круто. А сейчас я остановилась возле своей любимой Сицилии и хочу сейчас взять кофе с собой, потому что сейчас я уже еду встречать оператора заодно. И мне нужно кофе, потому что туда, куда мы сегодня едем, кофе не продают. Люблю здесь атмосферу. Кстати, у меня здесь какой-то этот... Ждулада. С ореховым сиропом. Здесь вкусненько делают. Так, музыку могут заблокировать. Нравится мне мой цвет волос, но он при разном освещении всё время разный. Вообще они у меня такие белые, такие пельные, по-моему. А сейчас немножко другой режим ещё стоит. Шапочку мне дарила. Одна из моих подписчиков. Вообще шапка крутая. Люблю её, таскаю. Спасибо. Жду, кстати, новые подарочки от вас. Уже идут ко мне. Жду, не дождусь, когда сниму новое видео. Мы приехали на съёмки в очень интересное место. Я всё у вас продолжаю интригать. Мой нерусский язык. Мой нерусский русский язык. Смотрите, нас встречают кошечки. Ой, давай обнюхивать нас. Сладкие кошечки. Ещё здесь где-то была овчарка, которой мы все боимся. Скучковались, короче, и ждём хозяина овчарки. С лошадьми был опыт? Правда. Наверное, небольшой всё-таки, да. Ну, где-то катались. Не, ну я один раз, наверное, в детстве. То есть большой период. Ну, в любом случае, животное большое надо понимать, знать какие-то знания, умения. А вы прям скачете на лошадях? Мы скачем по-всякому. Только не джигитуем. Ну, вы владеете лошадью 100%, да? Конечно, полноценно. Всё, любая лошадь, она отвечает одним и тем же признакам. А если лошадь почувствует, что её боятся? Ну, будет, как говорят, садиться на шею. Кто на ком скачет, да, надо вначале определиться. Миша, ты не дашь лошади скакать на тебе? Не, зачем? Зачем? Смотри, какая брофь. Чего это такое? А вдруг лошадь не так поймёт? Жорик. Нет, зачем? Это же ей нужно. Держи. Так, давайте. Сколько кошечек у вас тут сладких. Любят лошадок, да? Это однозначно то, что животные, которые живут там, собаки, кошки на конюшне, у них никогда не бывает блох. Для того, чтобы блохи в шеи, они не переносят ни запаха лошадей, никаких. Вот это мыло называется, которое лошадь, когда бегает, потеет. Вот, у него белая пена поднимается. Это называется мыло. То есть лошадь можно, в принципе, искупать водой. Намылил и... Офигеть, я не знала этого. Раньше бабушки ходили по конюшням, на ипподромы, собирали это мыло в коробочке спичечной. А где оно собирается? Под мышками? Под гривой собирается, да, везде. И на животе собирается. А сейчас есть у вас у кого-нибудь, чтобы показать? Нет, такого нету сейчас. Но это надо побегать с лошадкой, чтобы она вспотела, это пот лошади как. Офигеть. Вот его называют мыло. Ну, действительно. Короче, оно от блох, а еще от чего? Ну, а еще этот пот очень любят такие животные, как ласка. Они приходят на конюшню в зимний период в основном, которые заплетают гривы. Вот, и эта ласка из семейства куньих. Маленький такой зверечек, да. В смысле заплетают косы? Ну, она залазит под гриву, начинает слизывать, тем самым щекотит лошадь. Лошадь делает там гривой, голову крутит вот так, она же как бы слетает. И для того, чтобы она не слетала, она плетет себе косы, как котел, садится и мучает. То есть, короче, лошадки у вас заплетенные благодаря ласкам, да? Ну, они такие косички заплетают, чтобы потом ее обрезать, если запустить. Офигеть. А, они дреды делают, да? Да, да. Там пузы такие, что... Не буду переодеться. Медведь. Он кусаться любует. Ну, может, у него зубы есть, как бы, но они так далеко, вот если посмотреть. Мася, покажи нам. Ну, покажи зубы твои. Стой. Ну, стой. Ну, не хочет, да? Ну, не хочет. Да, не буду я. Не хочет. А, не заглядывайте в лошади. Да. Колоссальный метод реабилитации. Он хочет, он, это, думает, что ты его кормишь. Чувствуете, какая энергия через вас сейчас проходит, да? Максим, можно тебя подвать? Красиво. Вы ощущаете еще энергетика лошади? Страшно. Я боюсь, слышите. Не, ну, они такие высокие. Красавшие. Я думал, они поменьше, чуть-чуть. Ну, да, как просто даже. Скажи привет всем. Садиться, а потом мы будем на улице, мы вас поможем, мы нас посадим. Пойдемте, мы сейчас берем вам шлемы. Страшно вообще, я кастуру. Я боюсь лошадей на санкетке. Боюсь. Я вот хожу и оглядываюсь. Она такая большая, мощная, как просто огромный гигант, сильная. Сколько у него лошадей, у нее. Максимус внимания привлекает, мальчик. Попрошайничайся. Ты попрошайничайся? Конечно. Мы потом, потом. Я знаю, морковка есть, да? Потом покормим тебя. Ты знаешь, на морковку все. Все дела сделаем и покормим тебя. Хорошо, подождешь. Красавчик. Наскрябал. Наскрябал? Ну, вон, посмотрим. А что он нашкрябал? Просил. Что-то просил. Я думала, морковки нашкрябал. Столько людей было вокруг, а тут на тебе, никого. Фараончик, ну, посмотри, у меня ничего нету. Я тебе потом обязательно дам. Ничего нет. Видишь? Ничего нет. Я тебе потом дам. Не обижайся на меня. В таких случаях лучше вообще ему ничего не поратягивать. Погладить можно, фарик. А нам сказали, что покажите, что у вас ничего нет в начале там. Я поэтому и показываю, ничего нет. Красавчик. Ну, давай сфоткаемся. Можно с тобой сфоткаться что-то? Ты красивый. Я тоже ничего. Давай сфоткаемся. Ну, пожалуйста, что ты... Ну, что ты начинаешь? Все, фараон, тихо. Фараон. Стои. Ну, фараон. Улыбаемся. Он улыбается? Фоткай. Скажите, а есть это куда-то цепить там микрофон? Или там нет вообще... Есть нормальные фотки? Да, Масенек. Пошли-пошли. Съемки тяжелые. Пошли наши на свидание на лошадях. Потом буду узнавать, как они. Оля! Мишка вообще... Без рук даже. Ты что руль отпустил, Миша? Сумасшедший. Это для чего мы делаем? Мы изменяем нагрузку на центр тяжести. Ага. Из-за того, что ты поменял опору... Все, опускай руки на ноги, положи. Не держись пока. Ни за что руки на ноги просто положи. Расслабь спокойненько. То есть, мы поменяли точку опоры. С ног ты сейчас опираешься на тазобедренную кость, соответственно, то есть он поднялся, опора. Новая, наверное, да, для тебя? Миша прямой эфир решил провести с лошадью. Собачка. Такой ходит. Короче говоря, я сегодня вот на лошади. Ощущения просто кайфовые. А вот внутри вокруг пока. Сейчас покажу вам вокруг. Какая красота. Вокруг вообще шикардос нереальный. Мы снимаемся с лошадями. Сейчас свидание на лошадях. Как вы уже поняли, да? Потом будет у меня... У меня съемка. Немножко с лошадками тоже. Класс вообще. Мне здесь очень нравится. От лошадей, вообще от животных. Такая энергетика крутая на самом деле все время. Я помню, что у меня была фотосессия с лошадьми. Я их на самом деле боюсь, потому что я... К животным, в принципе, как и к собакам, как и к кошкам. И, естественно, и лошади. Лошади вообще страх страшный. Потому что силы много. И я отношусь очень серьезно. То есть отношусь как к живому умному организму. И как у людей не поймешь, что может быть в голове. Что они могут почувствовать, испытывать и в этот момент сделать. Так и у животных. Они точно так же могут испытывать страх, злость и что-нибудь. И что-то сделать. А я не умею читать. Людей еще более-менее могу. Животных нет. Поэтому страшно. Будешь яблочный? Это он сейчас сделает вам покажет, что такое лошадиный фрэш с яблоком. Ну-ка, мать, а иди давай пробуй. Ай, кислят. Ой, аккуратненько. Ты же берешь. Морковно-яблочный фрэш, да? Морковно-яблочный. Это почему он выпрыгнул? Он не взял в воду. Все, давай. Ничего. Олесь, ты хочешь покажем? Да. Держите. Морковочка одна осталась. Да, вот она, яблоко одна. Держи. Не в слюнях, она в снегу. Фара, я буду скучать, солнышко. Может, я еще приду. Ты самый крутой. Вот именно потому, что ты меня все время подщипывал, все время подшучивал. Пока. Пока, Златкий. Пока, котик. Ты такой, ты такой. Все, пока, солнышко, пока. Самый крутой, Фара. Нормально? Я побежала. Фара, это все ты. Забыла рюкзак свой. Ой. Подождите меня. Блин, я так расстраиваюсь, что теперь мы уезжаем. И Фара стоит такой, смотрит, провожает нас. Вообще, такая крутая. Такая крутая. Это конь вообще. Такая крутая лошадь, мне все время хочется сказать. Это неправильно, наверное. Такой крутой конь вообще. Прям вот. Ну, это, блин, прикол, да? Когда даже животные. Вот никого вот так вот не щипают. Кто-то меня щипает, не дает меня потрогать. А тебе повезло. Вообще, я говорю. Ну, мы собираемся, все, сейчас уезжаем. Это Рома, наш оператор. Привет, привет. Возможно, кстати, он снимет мне клип в скором времени. Скоро, обязательно. Пока что просто съемки очень заняты. Хоть нормальный видос будет. Ну что, приехала я домой. В общем, все дела сделала. И вся такая на эмоциях приехала. Ребята тоже, конечно, после лошадок столько эмоций получили. Дынечка ползет. Что-то мы его забрали сегодня раньше с садика. Сказали, он уснул в садике, а потом как начал кашлять, да? Начал кашлять, так сильно начал кашлять, и бабуля его забрала. Вот так, да? Ой, короче, все, я дома, отдыхаю. Я целый день ничего не ела. Кстати, мам, у нас есть поесть что-нибудь? Ты готовила? У нас всегда что-нибудь без польба. Нет, а вот что-то ты прям готовила вкусненькое, свеженькое? Ну, я варю куриные бедрышки без кожи. Куриные бедрышки без кожи, обожаю. А я просто целый день, вот мы с тобой как поели, я после этого взяла себе только 400 миллиграмм кофе, и целый день его пью. На съемках вообще не было возможности. Нон-стоп. Сейчас. Вот, что хотела. Короче, настроение классное. А, вот что хотела сказать, что все замерзли там, все так легко оделись для съемок, для этого. А я шапку взяла, которую мне подарили, теплая она классная. Взяла шубу, одела теплый костюм вот новый свой. Вообще, и уги, которые у меня, вот я показывала со стразами. Стильно, модно и вообще не замерзла, ни капельки. Хотя я со всеми была на улице, так что все нормально. А все такие, ой, как я замерзла, ой, как я замерзла. Все замерзли, кроме меня. Так что все теплое, все класс. Скажи, привет всем. Привет. Радость-то у нас какая. Денька только что, мы кушаем, я смотрю, он поставил, короче, сам. Все, слазь. Сейчас покажу. Поставила Зикея сам на унитазик вот эту штучку. На унитазик. Да вот он, вот он ты. И уже туда мастится на унитазик такой. И меня зовет, типа, посади. Я его посадила, он пописал. Сам встал. Иди сюда. Ты прячешься, что ли, ты? Иди сюда. Желёжка такая. Молодец, я хвалю тебя. Я хвалю тебя, какой ты классный. А, кстати, воспитательница его хвалила в садике. Вообще, говорит, что помогает ей, помогает ей там убирать, помогает там кровати задвигать. Она его поцелует, а он пойдет еще что-нибудь сделать. Я говорю, да, он дома бабушке тоже помогает стирать. И тут и подметать всех с утра она заставляет. Хозяйственная память, кстати. Вот так вот пришло запаковано еще в пакете. Вот только что открыла. И здесь внутри у нас вот такой вот чехол. Вот так вот. Вот так выглядит все это, как сумочка сделана. Очень удобно. Сейчас открою. Сходила на тренировочку. Блин, на какую тренировочку? Я просто поплавала немножко. Не пошла на тренировку, потому что тренировок не так много у меня здесь. Короче, в то время, когда я уже освободилась, тренировок, все, нет. Сходила, поплавала, даже на дорожке не стала ходить. Что-то у меня год вообще начался с того, что заниматься вообще не хочется. Это я за год, вот 2019, два раза позанималась. А уже январь заканчивается. Утро доброе всем. Сегодня я опять на своих курсах кройки и шитья. И сегодня мы будем делать платье. Хочу сделать платье с запахом. О, какой расцветки сейчас покажу. Это тигра очень модная. Ну, я взяла недорогую ткань, дабы просто поэкспериментировать. А потом, конечно же, я буду делать на ткани более качественной. Короче, это тигра. Ну, это обычный трикотаж. Недорогой. Но платье должно получиться огонь. Оно будет тигра в пол. Короче, можно будет соблазнять любимого в нем. Вот. Фотографии у меня нет, из чего я буду делать. Мы с преподавателем начертили примерно. Здесь, короче, вы даже не поймете, какая красота это будет. Но это будет очень круто. С волонами, там приталенное. Все фишки отработаю на этом платье. И вот потихоньку я делаю. Вот я сделала уже полочку. Это будет запах у нас. Перенесла выточку. Вот. Это у нас спинка будет. Сейчас буду делать низ, юбку. И потом переносить все на ткань. Мне уже не терпится посмотреть, что будет. А вот все работают. Кто-то да что-то делает. Стараются. Гладят, рисуют. Ложки мои. Кокус. Кокус. Я веду вам трансляцию опять снова из самых сложных ситуаций. А мне нравится, блин. Вообще клево. Короче, снег, ветерок. Но у меня сегодня для вас сюрприз на самом деле. Вы увидите сегодня кого? Долгожданную скромняху. Да, она сидит в кафе. Главное офигевшая. Я ее сейчас отругаю вообще. Она сидит в кафе. Мне не звонить, что она в центре. Я в центре, она в центре. Зараза такая. И даже не говорит мне, что она в центре. Что можно встретиться. Представляете? Наглая. Я говорю, я сейчас приеду, отшлепаю тебя. Так что давайте накажем ее вместе. Колос. Сто лет здесь не было. Просто это помада сухая. Покрасила, видите? Это встреча без слов. Ты что, мне не веришь? Верю просто интересно. Смотрите, девочки, цвет волос. Мне очень нравится. Я говорю, Кристина, покрасьте пока вот таким цветом. Мне нравится. Единственное, что... Ну, не, красный сюда подходит. Просто более другие цвета, короче, выделяют. Я просто в своем видео расскажу и поясню некоторые моменты, нюансы для моего родца и вообще. Такие дела. Короче... Да, такие дела. Поздравляю тебя, Селена. Поздравляю вас. За что? За тем, что Селена наконец-таки. Ты тоже ждала этого момента? Раступрилась. Да. Расчеплилась, раступрилась. Я открыла свои комментарии. Теперь мы ее... Теперь мы ее... Ну, еще вы думаете. Еще вы думаете. Мы решили пальцы в кино. Ура! Только не подумайте, что они серьезный человек. Да все же знают, что ты не серьезный человек. Да, блин, такое лицо было красиво. Еще и близко. Что? Сейчас, погоди. Очень красивая даже. Я вам хочу сказать, что читайте русскую классику. Это самые лучшие писатели. И поэтому я не просто так покрасилась в этот цвет. Штурка вопросов теперь у меня. Чуть-то покрасилась в этот цвет. Короче, в кино хотела давно. 24-го будет Биф. Я хочу посмотреть. Но сегодня у нас 21-ая. Сейчас посмотрим, что за фильмы идут вообще. И посидим, может, где-нибудь выпьем. Я на машине. Но надо, чтобы прошло 2-3 часа, чтобы я могла хотя бы бокальчиков на выть. Заходи. Гальцон кинотеатр на 3-й. Скажи. Скажи зачем. Ой, а можете написать Селене? Я ее комментарии не читаю. Вот скажите, какой вот этот цвет. А что ты не читаешь мне комментарии? Потому что я боюсь негатива в отношении меня. Так а что ты спрашиваешь тогда? Ну, потому что ты иногда читаешь и ты скомпилируешь все. Вообще-то у тебя прямой эфир включился. Мы взяли два билета, короче, по времени нам больше всего подошло, хотя Кристина не хотела идти на него. Две королевы, она говорит, очень серьезный, нашла фон, она говорит, очень серьезный фильм, я не готова, давай комедию посмотрим. Но все комедии очень поздно, поэтому мы взяли два билета на две королевы. Один билет у нас стоит 200 рублей, не считай меня. 200 рублей, всего 400 рублей. У нас есть 40 минут в запасе, мы сейчас пойдем и накатим. Просто съедим что-нибудь и выпьем чай. Что-то помадка еще, да? Ну что, красиво? Все. Смотри, волосы, белесые, красота. Все, пойдем, у нас мало времени. Тут такое сверху. В фильме снимались. Сир Шароном. У меня даже таких косяков на лице нет, которые здесь. Посмотри, Крис. Марго Робби. У тебя. Смотри, вот так надо взял. Так сейчас все будет видно вообще. Джек Лауден. Что тебе понравился фильм? Кристиан плачет. Истерики бьются. Да потому что... Жо Элвин. Да вообще, знаете, вот... Да, у меня лицо, конечно... Да давай, говори быстрее. Не надо нарваться к деньгам в классе. Дэвид Дэннджет. Своей жизнью. Нафиг оно надо вообще. Нет, правда. А вообще это ужасно. У меня лицо вообще ужасное. Крис, ты о фильме говори, а не о своем лице. Да нет, просто этот... Постартов, кто там снимал... Измейль Круз Кордова. Это очередной раз подтвердил того, что нужно жить. Реодорация жизни после вас. Хочу есть, что покушать и одеться. Да. И ужасно будет. Да, вообще этот цвет такой. Короче, фильм понравился. Очень жестокий такой. Да это про королеву, блин. Да. Сейчас я вспомню. Я смотрю. Короче, какой-то такой осадочек. Не очень приятно. Оператор Джон. Скорее минуты летите, чтобы я вас не заметил. И поспешите на третье. Меня скорее освободите. Короче, прикольное местечко. Так, пришли мы после кинотеатра. Прошли мы, прошли. И вот я заказала десертик. Короче, роллы какие-то интересные. Но самое главное, это синий чай. Я такой чай еще не пробовала. И, как вы знаете, не люблю темную посуду. Попросила принести мне белые кружки. Ну, представляете, синий чай я сейчас налью в темно-синюю посуду. Ну, и какой смысл? Что значит вопрос тебе, Селена? Как зрителю? Да. Как зритель. С чем ты будешь кушать своей сладостью? Вилочкой или ложечкой? Мне просто интересно. Ааа. Вот правда интересно. Я не знаю. В связи с этим будешь дальше вопрос? Ложечкой, маленькой ложечкой. Ты будешь ложечкой кушать, да? Да. То есть тебе вилочка не нужна? А, это хочешь взять что-то? Я просто интересуюсь, как ты это будешь есть. Я хочу посмотреть на это. Ложечкой буду есть. Покажи мне, пожалуйста. Нет, мне правда не нравится. Всем покажи. Сладости, сладости. Не просто сладости, а именно рахат лукум. Рахат лукум. Это не рахат лукум. Я просто возьму вот такую длинную ложку. Вот она. Покажи. Покажи, я хочу видеть, как вы правильно кушаете. Я не знаю, как правильно, просто как мне удобно. Я так расхерачу. Я, как ты делаешь? Потом я добавлю, вот смотри. То есть разницы нет, а с рисом не так, да? А то что же? Да это не с рисом. Ну и все, и потом вот. А еще хочу сказать, что это гимни. Приятного аппетита. Самое интересное, что почему-то обычные роллы дают и 6-8 штук, а здесь 4. Обычно 6-8 штук я пополам делим, а 4, конечно же, мы не разделим пополам. Что-то так мне не очень. Как-то не очень. Ну, точно не очень. Вот я хочу синий чаечек. Можно вот так? Конечно. Не, просто попробую. Реально синий чай. Селена. Не знаю, чего это, но это что-то очень вкусное. Обязательно попробуй. Это не зефир. Тебе понравится, правда. Не дает снимать видос, да? Хочу с зеленым чаем. Я не даю снимать видос. Обычные сливки. Сливки? Обычные сливки. Короче, синий чай. На основе какого-то синего чая. Ой, ну да, синий чай Энни. Бля, ну синий. Ты видела, он синий. Это у них белые кружечки только такие, под какой-то другой чай. Сейчас запробую. Как травяной, как ромашка. Всякие розы плаваю. Я карамашечка. Святая Катерина, Пошли мне дворянина, Пошли, да, 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 да. У девушки простой, простой. Ну что мы спели, Крис? Черт и что. Святая Катерина, Пошли мне дворянина, Ахтяга к благородным. Давай с чем? Святая Катерина, Пошли мне дворянина, Ахтяга к благородным. Давай. Ну блин. Святая Катерина, Пошли мне дворянина, Ахтяга к благородным. У девушки простой. Ну вот мы с Крестиком Ноликом сели в машинку. Сейчас я ее выкину где-нибудь на трассе. Она мне такая сейчас говорит, Ну я пойду ближе к трассе пешком. Заметили? Она не дает мне снимать в последнее время. А угадайте, что за песню я пою. Ты давно не снимала видео, И вот перетягиваешь одеяло на себя. Я чувствую, тебе хочется быть в кадре. Давай видосы лучше снимать, чем ко мне лезть. Я помню в детстве, когда мы с Кристиной играли «Угадай мелодию», Я никогда не могла угадать мелодию, которую она напевает. А ты такой мишка, потому что ты их не знала. Зато, когда я напевала мелодии, Все сразу угадывали, Потому что все ясно, понятно и по нотам. А Крис все время что-нибудь такая. Вообще ты глупая, что я хорошо. А оказывается, что это самая известная песня, Которую я знала. И я все время помню. Вот так надо ее. Вы знаете, Селена выбрала эту профессию. И надо было быть адвокатом. Да я хорошо пела, у меня хорошее чувство слуха. А давайте проверим. Да я хорошо, потому что напевала музыку. Вот сейчас никто и не знает, на какой песне вообще идет тэфи. Напишите в комментариях. Что это за? Вот что она напевает? Я сама не помню. Она сама не помню. Она так напевает сама себе. Угадает сто процентов. Она сама себя напевает и не помевает. Сама напевает, не начнет. Угадать не может. Ты хочешь, чтобы мы его угадали, Крис? А потому что твои зрители знают. Хорошо. Давай еще какую-нибудь самую известную мелодию. Напой нам. I wanna know me. I wanna know me. Ладно, давай. Это что-то не русское, да? Или русское? Она даже не поняла. Вы же поняли. Давай русскую. Давай сразу в голову. Ладно, давай русскую. Давай. Ну, немножко зажевано, но можно угадать. Вот именно, что немножко зажевано, но угадать-то можно. Важно, две предыдущие вообще. Эта я. Ну, давай еще одну. Да потому что. Как будто песню я могу с двух нот угадать. Ты, конечно, 10 спела, и то не каждый пытался. Нет, сам факт, что Среда угадала, пытается отбрыкнуться. Ой, ну это, блин, песня, потому что только их ты всегда напевала. Давай то, что... Это говорит о том, что я напеваю всё, что угодно. Ладно, давай третью. Ну давай, давай. Вот она, первая хосячная песня. Что это за песня? Зато-то-то-то... Давай! Да потому что я сама себя решила зарыгнуть. Давай. Давай, не зарывай сама себя, давай. Во-первых, до этого... Смотри, какой цвет волос у тебя, посмотри. Да, и по низу. Ты видишь, посмотри, какой красивый, яркий цвет. Не надо сейчас вот, не надо. Это вообще можно без нот угадать, песня. Ладно. Просто сказать 9-0-0. То есть без пятнадцати дней. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Там прям та-да-да, та-да-да. Там прям та-да-да-да поётся. Ну, та-да-да-да-да. Вот это моё самое любимое место на Красноармейской. Посмотрите, как светятся эти штучки. Вообще, как. О, ну, Кристинки, как светится всё. Тоже Крис снимает. Я не рад. Ярко так еду здесь всё время, думаю, ай, Лас-Вегас. Всем привет. Продолжаем наш влог. Сегодня у нас будет, наконец-таки, состоится наша презентация. Нет, презентация нашего шоу. Сегодня мы посмотрим, наконец-таки, первую серию. Мне прям не терпится. У нас тут огромный, огромный собрался... Как сказать, огромный собрался... Стол я... Стол я хотела сказать. Смотрите, как нас встречают. Мы пришли, нас сразу в фотозону. Это наш жених. Возможно, с будущей невестой. Ещё неизвестно. Это пить? Так, да, это можно пить. И вот я пытаюсь выбрать, что я хочу выпить. Привет. Так, Кристин, я определилась, что будем пить. Разных цветов напитки. Надо, короче, выпить и уже скорее занимать места. 100 лет не была в клубешнике. Пока здесь ещё народу мало. Но атмосфера такая вот клубная. Реально. Я уже забыла, что это такое. У меня кашель жуткий вообще. Я не знаю, как я проведу кастинг. Как я вообще буду говорить. Но я кашляю через каждую секунду. Сегодня здесь мы с вами сможем увидеть первый выпуск. Первую серию, которая стартует на YouTube-канале. Которая также называется «Замуж за луто». Поэтому, если кто-то из вас ещё не подписан на канал, подписывайтесь. Потому что, друзья, на этом канале вы сможете увидеть абсолютно все выпуски. Вот этот мячик я оставлю себе. Этот мячик крепко зажмите. Переверните. А вот теперь внимательно смотрите. Открывайте. Я родился 5 июля 1982 года. Ростовская родность. Ходил в школу, был примерным мальчиком. Потом поступил в институт. После института пошёл на госслужбу. Крошки мои. Мы наконец-таки закончили первую серию. Первая серия уже вышла на YouTube. Я под видео оставлю ссылочку. Обязательно смотрите. Комментируйте. Подписывайтесь на канал. Поддерживайте нас. Ставьте лайки. Комментарии очень важны. Как вообще вы видите, что все комментарии будут учтены. Все комментарии просматриваются. Мы продолжаем снимать. И продолжаем работать над качеством и всем-всем-всем в нашем шоу. Перезагрузка любви. Говорю в нашем, потому что на самом деле мы так много работаем. И вся команда уже стала настолько мне близкой, что мне уже кажется, что я часть этого шоу такая. И прям вот наш, наш проект. Мы все над ним очень стараемся. Редакторы стараются. Операторы стараются очень сильно. Поэтому надеемся, что вам понравится. Обязательно проходите по ссылочке внизу и смотрите. Ну а я с вами прощаюсь до следующего видео. И я немного простыла. Буду выздоравливать и готовить для вас новый видос. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok